Так, второй вывод ясен, иншаллах. Третий вывод из этого хадиса Баракалуфикум, хадис Муаза. Здесь довод на то, что если человек увидел какой-то сон, который порадовал его, то он рассказывает его своим товарищам, своим друзьям, своим братьям, которые любят его. Как это сделал Прокорий Саратусам? Рассказал своим сподвижникам, возлюбленным, рассказал им то сновидение, которое он увидел. Особенно, если это сновидение содержит в себе какое-то благовествование, какую-то благую весть для этих людей, кому он рассказывает. И если в этом сновидении содержится какое-то полезное знание для них, как вот в случае с Прокорией Саратусам. Передается, что Прокорией Саратусам, после того, как совершал утренний намаз, обращался к сподвижникам с вопросом, кто из вас этой ночью видел какое-то сновидение? Спрашивал их Прокорией Саратусам. Итак, хадис Муаза указывает на то, что если человек увидел какое-то радостное сновидение с благовествением каким-то, то рассказать это близким людям, братьям, которые любят его, это соответствует Суне Прокорией Саратусам. Дальше, хадис указывает на то, что если человек при совершении тагаджуда, при совершении ночного намаза ночью, когда встал молиться, да, дополнительно намаз совершает ночной, и произошло так, что овладела им дремота, потом, что он сам не заметил, как погрузился в сон. Овладел им сон ночью, и он увидел какой-то сон, который порадовал его, то это следует расценивать как бушра, как благая весть, как благая весть от Аллаха.